Продолжаем, друзья, делать 70-200 F2.8 UZM 2 версия Элечка. Вот у этого объектива была ошибка 0.1, и связана она была с тем, что подказ питания на плате. Итак, в руках у меня новая плата, и я подключаю ее напрямую к фотоаппарату. Вот таким вот образом, смотрите. Сейчас на экране вот этого фотоаппарата появится значение диафрагмы, которое соответствует тому значению, которое должно быть на этом аппарате. То есть, вот вы видите, 2.8. Проскакивает иногда. Вот он, 2.8. И теперь смотрите, что будет, если подключить объектив. Но со старой платой все по нолям. Разберем объектив и поставим новую плату. И сейчас, когда мы знаем, что у нас есть здоровая плата, необходимо подкинуть здоровую плату в мертвый объектив, чтобы узнать, все ли заработает с новой платой. И давайте посмотрим на результат. Итак, объектив собран. Слышим стаб. Слышим. Теперь цепляем на тушку. И проверяем. Если сейчас заработает, то он встанет на место. Встал на место. Слушаем. Только чуть-чуть шуршит. На парковке, значит. Отлично. Теперь проверяем объектив полностью. Это у нас стоит так. Ух, какой шустрый. Смотрите, какой шустрый мотор. Прекрасно. 200 мм. Замечательно. Апература 22, 32 точнее. Так, разворачиваем. Смотрим внутрь. Закрываем. Отлично. Отрабатывает. Трансфокация. Отлично. Отрабатывает. Ну и теперь переходим к тестам. Пристреливаем таблицу. Смотрим ее. Правый верх. Левый низ. Правый низ. Правый верх. И вот правый верх немножко софтит. Видно аберрации прут. Вот они. Синим цветом. Это надо исправить сейчас. Обнаружил. В таком положении немного до конца не доходит. Хотя он должен доходить полностью. У него здесь минимально 1,2. Так. А. Вот оно что. У нас прослабление появилось мотора. Точные эксцентрики значит. Подведем итог по этому объективу. Объектив полностью готов к работе. И сейчас даже его состояние линз выглядит немножко иначе. Стало все почище. Потому что пришлось еще почистить линзы. Теперь фокусировка вот в этом положении. Ходит. 200 миллиметров тоже ходит. Единственный момент, что если мы посмотрим на него. И медленно-медленно протянем. Можно увидеть, что в одном месте есть залипание. А это именно крайнее правое. И это оно случается не всегда. Связано это с выработкой мотора. Просто со временем расстояние между кольцами стало чуть больше. Не всегда проявляется. Но такой момент есть. На работу теперь это никак не влияет. Стабильно будет работать. Итак, что же было сделано с аппаратом? Первое. Это конечно же мы проверили и поняли, что выплата была уничтожена. Она сломана каким-то образом. Повреждение имело место быть. И поэтому ошибка 0.1. Также второе. Здесь были проблемы с коларами и эксцентриками, которые были смяты. В результате чего были проблемы с фокусировкой и соответственно с оптической осью. И как следствие мы еще это все разбирали и почистили стаб. Сейчас все это дело работает. И я покажу как. Работа на 200 мм мотора. От начала и до конца. Отлично. Работа на 70 мм. Идеально. С огромной скоростью наносится движок. Теперь стаб. Слышно, что щелкает каждый раз при включении. Ну а это у нас стенд на 70 мм. Сейчас 2.8 стоит. И если мы приблизим и сфокусируемся по нему. Видим, что стаб отработал. Я трясу стаб. Видно, что держит. Отпускаю кнопку фокусировки. Стаб скидывается. И видно, что при тряске ничего не держится. Еще раз нажимаю. Держит. Все отлично. Делаем контрольный тестовый. И смотрим результат. Левый верх. Левый низ. Правый низ. Правый верх. Все в фокусе. Как надо. Подведем итоги по картинке. 70 мм на бесконечность. До было вот так. Ну а после стало вот так. Очевидная разница. Теперь 200 мм. Посмотрите, насколько улучшилась картинка. Так, 200 мм. Вот. Смотрим. Детализация просто отлично. Замечательная. Это лучший объектив из EF серии. Подведем итог по этому объективу. Объектив полностью готов к работе. И сейчас даже его состояние линз выглядит немножко иначе. Стало все почище. Потому что пришлось еще почистить линзы. Теперь фокусировка вот в этом положении. Входит. 10 мм. Тоже входит. Единственный момент. Что если мы посмотрим на него. И медленно-медленно протянем. Можно увидеть, что в одном месте есть залипание. А это именно крайняя правая. И это случается не всегда. Связано это с выработкой мотора. Просто со временем расстояние между кольцами стало чуть больше. Не всегда проявляется. Но такой момент есть. На работу теперь это никак не влияет. Стабильно будет работать. Как вы видите, никаких затупов нет. Просто показываю, что есть. Ну что ж, подведем итог. Аппарат полностью готов к работе. И несмотря на то, что у него была такая сложная ошибка. Теперь он снова будет радовать снимками. Ну и на этом у меня все. С вами был Иван. Канал Digital Shaman. Не забывайте поставить пальцы вверх. Писать комментарии. И подписываться на канал. Всем пока. А рука у меня должна зажить. Всюду кровь запекшаяся. Вообще капец какой-то. Прям в кровище. Эх, не отмывается еще даже. Потому что скальпель в палец влезался. Короче, вот он настолько вошел. Вот до сюда вот. Палец прям. А дело было так. Я взял, короче, вот эту штуку. А здесь примагнитилась вот эта часть. Короче, закрываю. И эта штука ударяет мне прямо вот в палец сюда. Со всей силы. Вот до сюда. Отлично. Так что сегодня только уборка территории. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok